Лев Николаевич, а как вы стали исследователем? О, это, Машенька, длинная история. Поначалу я хотел стать певцом. Вы пели в антамбле? Нет. Я пел в хоре. Я хотел стать оперно-певцом. И почему не стали? Голос сорвал. Да. Потом учился в университете на математическом, потом увлекся историей хронологии. Кстати, вам известны книги Носовского и Фоменко по реконструкции всемирной истории? Да, знаю. Вот я был одним из разработчиков. Потом мы разошлись во взглядах, и я ушел из их команды, а после из университета. Вот так. Ну, а дальше что? Потом я ездил на Тибет. На Тибет? И целый год жил у дооских монахов. Да вы что? Да-да-да. Потом участвовал в археологической экспедиции на Алтае. А потом искал остатки Тунгусского метеорита. Да? Да. Нашли? Нашли. Ну и где же они сейчас? Дома. У меня под кроватью. Лев Николаевич. Как интересно. А дальше? А дальше работал продавцом в ларке. Продавал пиво, водку. И параллельно занимался изучением различных религий и мифов. Ну, а потом уже стал журналистом-исследователем. Вот так. Какая интересная жизнь. Да уж. А у меня все не так. Че так? Да. Закончила школу. А потом в факультет журналистики. А потом пела в рок-ансамбле. Серьезно? Да. В каком? В фотоателье. А я помню. Помните? Да. А ты? А ты? А ты? А ты? Помните, я пела эту песню? Я. Помните в темных очках? В темных не помню. Да. Ну, я там долго не работала. Ну, и всю жизнь фотографировала. Меня ботенька научила. Вот. Ну, и больше ничего интересного. Кроме того, что моя бабушка была ведьма. Но это ведь ее заслуга, а не моя. Но ничего, Машенька. Мы еще скажем свое веское слово. Вы думаете? А может и два. Вы еще здесь? Думаю. Бери терапику, срочно давай переодеваться. Хорошо. Уже все осталось совсем мало времени. Можем опознать на прием.